Не секрет, что среди противников обнуления Путина идет бурная дискуссия, как лучше поступить в отношении голосования по праву Конституции. Проголосовать против или вообще не ходить на голосование и обойкотировать. Известно также, что Михаил Ходорковский считает правильными обе точки зрения, что он уже не раз озвучивал на своем канале. На днях также он несколько конкретизировал свою точку зрения в этом вопросе. Он посоветовал тем, кто все же собрался пойти на голосование и проголосовать против, обязательно сфотографировать свой бюллетень с отметкой против и потом выложить это фото в интернете, прежде всего в социальных сетях. Путину это голосование, по мнению Ходорковского, нужно для того, чтобы легиметизировать свою узурпацию власти. А для этого ему нужно, чтобы как можно больше людей поверило в то, чтобы все же большинство россиян проголосовали за вот эти так называемые поправки в Конституции. Фактически за одну поправку, делающую вечную власть Путина. Наша задача, чтобы в это поверило как можно меньше людей, что в России, что и во всем мире. И поэтому, чем больше людей выложит фото в интернете, что они проголосовали против, тем это будет ощутимее. Удар вот именно по доверию людей к этому голосованию. И Ходорковский считает, что это может стать очень ощутимым ударом по режиму Путина. Дело в том, что есть одна очень важная деталь. Если таких фото будет больше 20 тысяч, этого достаточно, то вся эта история неизбежно попадет в мировые тенды и во все мировые СМИ. И тогда это будет очень и очень широко озвучено в интернете. Что очень многие люди проголосовали против, а вот Путин и компания утверждают, что все проголосовали за. И это получит очень большую популяризацию на всех уровнях. Но учитывая, что сейчас интернет людей смотрит все больше, а вот телевизор все меньше. Это да, это действительно, я согласен с Ходорковским, может быть ощутимым ударом по режиму Путина. Ходорковский провел опрос среди людей. Сколько людей собираются голосовать за, сколько против. Но детальнее об этом познакомитесь в ролике. Но смысл такой. Большинство людей еще не определились в этом вопросе. Но он считает, что на самом деле это не так. Просто многие люди боятся сказать правду тем, кто опрашивал, что они будут голосовать против. Боятся по вполне понятным причинам. В общем, по-любому. Он полагает, что нельзя Путину и компании позволить скрыть, что от населения нашей страны, что от всего мира, сколько же людей проголосовало против. Вернее, как много людей проголосовало против. А современные технологии нам это вполне позволяют сделать. Ну а теперь давайте посмотрим сам сюжет Ходорковского. Приветствую, друзья. Что же нам все-таки делать 1 июля? Давайте поговорим, как 20 тысяч фотографий помогут нам выиграть всенародное голосование. Вот задавались ли вы вопросом, а зачем Путину голосование по поправкам в Конституцию? Ну вы же понимаете, что на самом деле это вот самое так называемое всенародное голосование 1 июля, это необязательная процедура. Поправки в Конституцию, которые меняют ее суть с демократической республики на пожизненную джамахерию, нужно принимать референдумом и по правилам референдума. А если этого боишься, если референдум не проводишь, то все прочее все равно беззаконие. Тогда зачем Путин это устраивает? В незаконная процедура, в очень неудачный момент, от которой требуется максимально высокий результат. Ну согласитесь, что например 20 или 30 процентов за Путина не устроит. Ему нужно всенародное одобрение и процент не меньше, чем на последних президентских выборах. Тогда, если помните, ему нарисовали 76 процентов за и явку 67 процентов. То есть больше 51 процента за от всех избирателей. Нарисовали на самом деле из последних сил. Пришлось задействовать все ресурсы, изнасиловать бюджетников, избиркомы, отбросить все приличия. Но это был 2018 год. Еще не до конца выветрилась посткрымская эйфория. Да и выбирали Путина всего на 6 лет. Ну или большинству тогда казалось, что всего на 6. Сейчас ситуация принципиально иная. Экономика, говоря словами пропагандистов, показывает отрицательный рост. Доходы населения падают уже 6 год. А Путин для людей больше не отец родной, а человек, который не выполнил своего обещания по самому болезненному вопросу, пенсионному. Сначала божился, что никогда не повысит пенсионный возраст. Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет. То потом взял и повысил. То есть очевидно, что Путин давно свалился с пика своей популярности. И выходить в такой момент на всенародное голосование о продлении власти еще на 16 лет, казалось бы, не очень логично. Особенно во время сильнейшей вирусной эпидемии и связанных с этим экономических проблем. Почему? Почему Путину так важно это голосование, несмотря на все это? Ну, очевидно. Ему кровь из носу нужно ощущение своей правоты. Ему нужно ощущение, что он по праву занимает пост с диктаторскими полномочиями. Причем занимает дольше, чем многие геронтократы прошлого. Ему нужна народная любовь. Только вот если нормальный человек отличает реальную любовь от театра, то Путин любовью считает цифры по итогам голосования. Причем ему абсолютно не важно, как эти цифры были получены. Главное циферка. То есть все знают, что мошенничество, но ручки-то вот они. Ну или он правда не понимает разницы. Голосование по обнулению Путина – это важный поворотный пункт. Еще вчера он был одним из руководителей мировых держав, пусть и задержавшимся у роля. После обнуления ему предстоит встать в один ряд с одиозными диктаторами. И этот переход в новый статус Путин хочет компенсировать жульническим голосованием. Мол, не я цепляюсь за власть, народ попросил. Только в случае, если граждане поддержат такое предложение и такую поправку. Скажут «да». Смешно, поскольку все диктаторы обосновывали свою власть ровно так же. Собственно, отсюда желание Путина устроить голосование по обнулению. Причем непременно всенародное. Именно поэтому он не постоит за ценой, чтобы получить красивые цифры. Инстаграмеров и артистов купят. Бюджетников нагонят с избиркомами, поработают. Нужные цифры будут. Означает ли это, что мы должны смириться и поднять лапки кверху? Конечно, нет. Если главная цель этого голосования – картинка любви, то результат будет оцениваться по этому принципу. Вопрос не в том, сколько процентов нарисуют Путину, а в том, поверит ли этому результату общество. Знаю, это снова возвращает нас к спору голосовать против или все-таки организовывать бойкот. Но спора-то никакого нет. Все сходятся на том, что это голосование и обнуление Путина незаконно и нелегитимно. Вопрос – как донести это до общества? Как зримее обнулить ту цифру, которую Путину нарисует Памфилова? Ведь независимых наблюдателей, скорее всего, не пустят. А сама процедура сделана таким образом, чтобы полностью исключить контроль. И о том, что нет никаких 70 на 70 за, никто не узнает. И вот здесь мы приходим к пункту про 20 тысяч фотографий, о котором я говорил в самом начале ролика. Для Путина реальные результаты голосования не важны. Ему важна итоговая картинка, которая разойдется по миру. 70% за при явке не меньше 70%. Ну или что-то около того. То есть свою легитимность он себе и миру будет доказывать картинкой. Так вот, 20 тысяч фотографий с участков, с бюллетенями или скринами электронного голосования против, или фото на улицах с плакатами против, расскажут, что это фальшивка. 20 тысяч картинок с одинаковыми хэштегами в Инстаграме, Твиттере, Фейсбуке или даже ВКонтакте. Этого достаточно для выхода в тренды. Хэштег на английском – это выход в мировые тренды. И все. Вся купленная за безумные деньги путинская рисовка всенародного одобрения пойдет к чертям. 20 тысяч. И в этот день он останется в интернете днем голосования против, а не за. 20 тысяч фото с одним хэштегом. И никакие медиа не смогут обойти эту новость. Как минимум 17 миллионов россиян собираются 1 июля физически пойти на участки, ну или на госуслуги, и сказать «нет». Это, похоже, уже больше числа тех бюджетников, которых заставят сказать «да». И еще 60 миллионов боятся сказать социологам правду, но многие из них скажут ее в бюллетене. Только вот если просто тихо бросить бюллетень или тихо не пойти на участок, об этом никто не узнает. Даже Путин. Уж Памфилова-то позаботится. То есть занять позицию мало. Важно о ней рассказать. Это несложно. Это не опасно. Вы просто фотографируете бюллетень или делаете скриншот с сайта госуслуг. Или фотографируетесь в маске, в майке, с плакатом со словом «нет». И ставите в соцсети с этими хэштегами. Вы ведь хотите, чтобы ваше «нет» было услышано. Ну потому что надоело. Потому что с вами не считаются. Потому что надоело, что держат за идиотов. Потому что просто гордость и самоуважение требуют сказать это самое «нет». Да черт, только в одной Москве миллионы людей, имеющих доступ в сеть и совершенно точно не желающих быть бессловесными джамахерцами. Так сделайте хоть что-то. Не молчите. Технологии дают нам уникальную возможность. Мы можем выразить политическую позицию с минимальными затратами. Только что в Америке случилась очень поучительная история. Трамп в рамках своей президентской кампании решил организовать митинг. Пришло столько заявок, что пришлось снять стадион. Да еще кучу пространства рядом. Наступил день митинга. И вместо миллиона участников пришло 7 тысяч. Оказалось, что Трампа затроллили американские подростки. Они договорились через ТикТок и выслали миллион заявок на участие в митинге. И не пришли. А Трамп выступал перед пустыми трибунами. Американским подросткам потребовалось заполнить и отправить миллион заявок. Неужели мы не сделаем 20 тысяч фотографий бюллетеней, а? Всего хорошего. Давайте обнулим Путина. Давайте скажем «нет». Добавлю от себя. Лично я решил последовать совету Ходорковского. Я проголосую против, потом сфотографирую бюллетень, а дальше выложу это фото со своими комментариями на Дзене. На своем канале на Дзене. А после этого мою статью с Дзена растиражирую на всех своих аккаунтах в социальных сетях. В наше время это действительно сделать несложно. Ну и всем, у кого есть аккаунт в социальных сетях, и кто, естественно, собрался голосовать против, рекомендую сделать точно так же. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите на конечных заставках. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok